Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Городские подробности» и я, ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость, заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Михайловна Лапшина. Наталья Михайловна, я вас приветствую. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Если у вас будут вопросы по ходу нашей беседы, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Телефон 226-99. Наталья Михайловна, год достаточно активно начался в нашем городе. Все уже прекрасно знают, что 29 декабря 2016 года был подписан соответствующий КАС о присвоении городу статуса территории социально-экономического развития, опережающего социально-экономического развития. Ну и в связи с чем у меня будет первый вопрос. Вот социальную сферу. Это постановление напрямую, конечно, не касается. Но, тем не менее, работа началась и, может быть, она в какой-то степени даже в другом ключе сейчас идет. Но, тем не менее, как вы правильно заметили, конечно, экономика – это база, на которой будет развиваться и развивается социальная сфера. Все социальные направления у нас тоже приобретут новый характер развития, получат свой новый этап развития, потому что эти два понятия, они связаны от экономики, от благосостояния наших граждан. Зависит их благополучие, зависит семейное благополучие, зависит их организация досуга и так далее, и так далее. То есть мы здесь должны идти в ногу и правильно в постановлении это подчеркнуто социально-экономического развития. То есть все сферы города должны, конечно же, развиваться в одном ключе и реализовывать общую стратегию развития нашего города. Да, но первостепенно начнем, наверное, с образования сейчас беседу. Знаковое мероприятие в городе состоялось – это педагогическая конференция. Вот хотелось бы, чтобы вы немного рассказали, может быть, как она проходила и какие-то итоги можно было подвести сейчас. Совершенно верно. Мы видим образование как системообразующую отрасль в социальной политике. Это сфера, которая объединяет в себе и воспитание, и образование всех ступеней вообще по жизни человека, начиная с дошкольного образования, заканчивая профессиональным образованием, которое так необходимо в том смысле, что мы ведем разговор с потенциальными инвесторами именно с точки зрения в том числе и того, что мы обладаем широким рынком профессиональных образовательных услуг. Мы – город Кумертау, и сможем обеспечить и рабочими кадрами, и различными специалистами любое предприятие. Поэтому сферу образования как заглавную мы взяли в этом году и провели очень большую работу. Было заключено соглашение между администрацией и Башкирским государственным педагогическим университетом по сотрудничеству, где определены несколько направлений. Два из них – это ключевые направления. А вообще общая тема звучит как сопровождение профессионального роста педагога. И здесь мы подразумеваем и переход на профессиональный стандарт наших педагогов, который сейчас требуется по законодательству. Второе – это повышение качества образования, потому что повышается качество педагога. Естественно, повысится должно и качество образования. И еще порядка десяти направлений – это и патриотическое воспитание, и спортивное направление, сдача ГТО, и летний отдых, и математическое образование. И техническое в плане развития технического творчества – это развитие детских технопарков. Вот все эти направления мы предусмотрели в этом соглашении, и теперь будем работать вместе с Башкирским государственным педагогическим университетом. Эта площадка была выбрана не случайно, потому что все мы считаем Альма-Матер свой педагогический университет. И, конечно же, на сегодняшний день он является передовым вузом в республике по отработке инновационных форм развития. Более того, педагогический университет стал одним из операторов проведения независимой оценки качества образовательных услуг. Эта процедура новая, очень интересная. И я хочу поблагодарить всех родителей, всех наших школьников, которые буквально за две недели включились в работу, откликнулись на наш призыв. И мы за две недели провели независимую оценку качества образовательных услуг всех наших образовательных учреждений города. Какие результаты? 38 учреждений прошли эту оценку. У нас более 15 тысяч горожан, родителей, бабушек, дедушек, общественных представителей стали участниками этого голосования, который проходил на сайтах школ и на сайте города, на электронной площадке. И из 160 возможных в среднем наши школы и детские сады набрали около 125 баллов. Это средний балл. Я считаю, что это очень хорошая оценка. И мы, когда подводили итоги, конечно, отметили те еще существующие слабые стороны, над которыми нужно работать. Но в целом, педагогов наших и качество образования родители очень высоко оценили. А это кредит доверия, который нужно и в дальнейшем отрабатывать, и достойно развивать эту сферу. Но оценка эффективности – это не разовое мероприятие. Конечно, нет. Она проводится ежегодно. И вообще есть всероссийский рейтинг образовательных учреждений. Как раз эта оценка и влияет на место в рейтинге школ и детских садов. Я думаю, что мы там будем достойное место всегда занимать и работать уже над ошибками и дальше. – Возвращаясь к теме подписанного соглашения. Какие-то уже на ближайшее время есть намеченные точки, где мы сможем увидеть работу этого сотрудничества? – Обязательно, я думаю, почувствуют многие параллели классов, многие ступени образования. И прежде всего, выпускники. Речь о профессиональном образовании и о профориентации вообще сейчас стоит очень остро. Это самый актуальный вопрос для нашего города, я повторюсь, потому что это тема для разговора с инвесторами. Во-первых, это наполняемость наших профессиональных образовательных учреждений как в городе, так и в республике. Это наш интерес для того, чтобы наши лучшие ребята оставались в республике и возвращались в город по мере возможности, чтобы развивать малую родину. А мы должны уже создать им условия для этого применения. И ближайшее мероприятие, которое мы наметили с советом ректоров, который возглавляет ректор педагогического университета Раиль Мироваевич Асадулин. Так вот, по этому соглашению уже в марте все наши 11-классники, их в этом году 399, выйдут в город Уфа для того, чтобы посетить вузы. Для них будет приготовлена специальная программа в каждом вузе ознакомления. Я думаю, это очень хорошая возможность, потому что далеко не каждый школьник и родители имеют возможность вот так провести ребенка по вузам, чтобы показать, рассказать, достойно это все представить. Я думаю, что это будет очень полезно. Эта поездка будет организована бесплатно для школьников. Администрация эти расходы берет на себя. И в марте вот такая поездка у нас состоится. Мы сейчас с советом ректоров отрабатываем программу посещения наших ребят. И я думаю, что это войдет в хорошую традицию и будет полезным этапом в самоопределении для школьников. Да, от образования к молодежной политике сейчас переходим. Вообще первый квартал начала года. Это, как правило, время подведения итогов предыдущего периода, предыдущего года. Ну вот, не так давно Министерство молодежной политики проводило коллегию, где участвовали и вы, и глава администрации. И несколько важных заявлений были сделаны на этой площадке, и глава республики принимал участие. Вот мы там как раз-таки, наверное, и услышали про инициативу нашего региона выдавать по 300 тысяч рублей за первого рожденного ребенка в молодой семье. Вот детали этой площадки хотелось бы услышать. Совершенно верно. Вот коллегия, действительно, пленарная ее часть началась с очень глубокого стратегического выступления главы нашего региона. И Рустам Закевич очень правильно определил приоритеты, потому что вся социальная политика, вся экономика, конечно, имеет одну цель. Это народосбережение, это повышение демографических показателей, это благосостояние людей. Если смотреть в разрезе республики, то наш город в этом году по рождаемости выглядит совсем неплохо. У нас за многие последние годы повысилась рождаемость. И, как отметил глава администрации в своем отчетном докладе, мы уверены, что это результат каких-то, пусть небольших, еще робких, но все-таки сдвигов и надежд наших людей на более лучшую экономическую ситуацию в городе. У нас родилось больше детей на 10 малышей, 819, хотя, конечно, можно сказать, что вся Россия и регион наш пребывают вот в той пресловутой демографической яме, когда мы говорим, что рождает поколение 90-х сейчас деток. И, конечно, наблюдается всеобщий спад рождаемости. Глава региона поставил четкую задачу о повышении рождаемости. Это главный приоритетный вопрос. И там же и прозвучало, что вот меры поддержки молодой семьи от региона будет составлять 300 тысяч рублей. Более того, было собрано совещание по демографии, где также принимал участие Борис Владимирович, глава администрации. Мы рассказывали и о своем опыте работы. И после этого совещания было принято решение о обсуждении муниципальных мер поддержки по рождению детей. И я хочу сказать, что уже в ближайшее время будет объявлено, и глава администрации объявит о том, что сейчас это обсуждается, что меры муниципальной поддержки по рождению любого ребенка, первого, второго, третьего, третьего, будут в городе приняты. Это будет денежный вариант, финансовый. Но, может быть, еще какие-то привилегии мы предусмотрим. То есть целый комплекс мер поддержки. Это будут и мероприятия, и различные участия где-либо, ну и финансовая помощь. Поэтому мы считаем, что наш город Кумертау, как раз на коллегии было также заключение соглашений. Одно из них это по проекту «Молодая семья». Этот проект вошел в стратегию 2030 по развитию Башкортостана на ближайшие 10 лет. Я думаю, что мы будем достойной пилотной площадкой, которая будет разрабатывать такие свои муниципальные меры поддержки рождаемости в целом. Про молодежное предпринимательство на этой площадке тоже говорили, я так понимаю. Да, мы в рамках этой коллегии подписали два соглашения администрации городского округа города Кумертау с Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Башкортостан заключили два соглашения. Первое по проекту «Молодая семья», а второе по развитию молодежного предпринимательства. Есть такая федеральная программа «Ты предприниматель», по которой уже несколько лет работает и администрация нашего города, и конкретно Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета. Вообще нужно сказать, что они первыми начали проводить в нашем городе бизнес-школы. Для школьников, для студентов совместно с Министерством молодежной политики. И вот сейчас мы дошли до этапа подписания соглашения и открытия на базе Кумертауского филиала ОГУ опорного центра по молодежному предпринимательству. Что это значит? Это значит, что в течение года у нас будут проводиться различные семинары, тренинги, занятия по финансовой грамотности для школьников, для студентов. Будут проводиться различные конкурсы, будет проходить обучение во всех формах и на базе Кумертауского филиала ОГУ. Но не только в предпринимательской сфере ОГУ делает большие шаги. Студенты этого университета вернулись с победами с конкурса WorldSkills. Не только студенты ОГУ, конечно, принимают участие в этом конкурсе. Есть победители из других учебных средств. Но ОГУ здесь отличились. Вот про WorldSkills хотелось бы поговорить. Вы знаете, второй раз в нашей республике проводится региональный чемпионат рабочих профессий. Он называется WorldSkills. И мы, регион, который вступили в эту большую работу, нужно сказать, что всероссийский в этом году будет в Сочи в мае. И отбор региональный происходил сейчас. Несколько дней сражались на трудовых площадках по различным компетенциям. Ребята, у нас был чемпионат и WorldSkills среди молодых профессионалов, то есть студентов, и среди школьников. Вот на следующий год мы подготовим уже задачу себе поставили команду школьников выставить на региональный чемпионат. Ну а студенты нас очень порадовали. В этом году город Кумертау был представлен очень широко. И если вы в интернете посмотрите итоги полностью, то Кумертау там будет мелькать чаще всего. Это прежде всего заслуга Кумертауского филиала ОГУ. Которые взяли три первых места, два вторых места, а третье место нам принес в своей номинации дошкольное образование педагогический колледж. Также принимали участие в этом чемпионате студенты авиационно-технического нашего колледжа и горного колледжа. Я всех поздравляю с победой, потому что это очень высокий результат. И желаю, чтобы наши ребята и в мае на всероссийском конкурсе будут представлять нашу республику, наш город, тоже завоевали призовые места. Кумертау готовится принять молодежный форум совсем уже скоро. Какая сейчас работа ведется? Ну и вкратце, если бы вы про молодежный форум рассказали, небольшие секреты расскажите. Вообще, вы знаете, подходы к молодежной политике меняются. И в прошлом году, в конце прошлого года были определены основные направления, по которым должна развиваться молодежная политика. Это, наверное, самый главный вопрос, потому что молодежь, мы должны готовить и работать именно с молодежью. Вот одно из направлений – это форумное движение. Форумное движение – это так называемые площадки, на которых отрабатываются различные компетенции, формы общения, вырабатываются какие-то навыки. Они на различных территориях проходят. Но самые такие известные форумы – это Селигер, это Территория Смыслов, в нашей республике это Смартау. И, конечно, предтечей всех этих форумов являются городские, муниципальные форумы. У нас молодежный форум в городе тоже проводится ежегодно. Мы стараемся его разнообразить. И в этом году мы решили сделать такой большой всеобщий молодежный форум с приглашением очень интересных тренеров, модераторов, тех людей, которые были бы действительно интересны молодежи. И в этом году, 10 марта, дата проведения этого форума, несколько площадок будет запланировано по различной тематике. И по молодежному предпринимательству, и по молодым начинающим политикам, школам молодых политиков. И волонтерское движение, добровольческое, то есть патриотическое движение. То есть мы хотели бы охватить все направления, обсудить, наметить планы. И еще самый важный вопрос – как молодежь будет участвовать в реализации стратегии развития нашего города. Вот такой форум большой мы предлагаем молодежи 10 марта. Да, наш эфир проходит в преддверии главного, наверное, праздника, как считают многие мужчины, это День защитника Отечества. Ну вот знаю, что мероприятия у нас в городе будут проходить непосредственно в этот день, 23 февраля. На каких площадках можно будет горожанам поучаствовать? Я думаю, что для всех это главный праздник, потому что самое главное – это мирное небо над головой. И чтобы были здоровы наши защитники Отечества, я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех защитников и всех мужчин нашего города с этим наступающим замечательным праздником. Он действительно объединяющий, вот к нему как раз ни у кого нет претензий, и все с удовольствием поздравляют друг друга и его отмечают. Значит, 23 февраля, в день праздника, мы всех горожан приглашаем на торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню. Это состоится в 12 часов дня. Сразу же после возложения в 12.30 в Доме культуры «Рассвет» состоится праздничный концерт, куда также мы приглашаем всех желающих с удовольствием, всех будем поздравлять с этим праздником. Да, 4 дня выходных в этот раз выдались на 23 февраля. Это же не значит, что нужно на диване эти дни провести. Абсолютно нет, тем более в нашем городе. Есть мероприятия, которые будут проходить и в субботу, и в воскресенье. Про них тоже можете рассказать? Да, конечно, не нужно оставаться дома в эти дни, потому что сейчас идет, ну нам тут подсказали все народные календари и православные, сейчас идет масленичная неделя, в субботу и в воскресенье у нас состоятся массовые гуляния, мероприятия. Ну, всех могу пригласить в субботу на казачьи забавы, которые пройдут, это мероприятие пройдет в районе вокзала, привокзальной, вот этот микрорайон мы всех будем охватывать. А в воскресенье, 26 февраля, в 12 часов дня, возле РКМЦ Дуслык, нашего дворца угольщиков, вот на площади угольщиков, состоится народное гуляние «Широкая масленица», куда я всех с удовольствием приглашаю, потому что погода будет нам благоволить в этот день, и мы достойно встретим весну. Спасибо большое, Наталья Михайловна, за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в студии была заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Михайловна Лапшина. Я же с вами прощаюсь, до встречи на телеканале АРИС.